Добрый день всем, кто любит его, но всем, кто хочет полюбить вину. Меня зовут Теша Дмитриев, и я обожаю вино, и все, что с ним связано. Мы сегодня пробуем вино из Аргентины. В общем, на самом деле, производитель, который мы видели уже не раз, даже в моем блоге, это Trivento. О нем я подробно рассказывать больше не буду. Если вы хотите узнать чуть больше, можете зайти на сайт, это раз. Во-вторых, вы можете посмотреть предыдущие дегустации. Даже одна была с представителем винодельни, думаю, будет интересно. Я выбрал это, но не зря. Очень часто меня спрашивают Леша, посоветуй что-нибудь сладкое, полусладкое, но натуральное. И сразу, а что у нас в украинском таком есть? На самом деле, ничего такого и нет, друзья мои, чего я могу вспомнить. Все говорят, массандра, массандра, сколько бы наград ни получала данная винодельня, предприятие, скорее всего, уже. Но вино, в большинстве случаев, они крепят пшеничным спиртом. Это вообще нехорошо. Вы даже понимаете почему, да? Виноград, зерно. Поэтому лучше пить натуральные вина, которые были сделаны способом... Один из способов произвести натуральное полусладкое, сладкое вино. Это поздний сбор винограда. У нас это указано на этикетке. На английском это звучит late harvest. Тордио, я подозреваю, это на испанском языке. И он называется brisa del tonio. Мягкая, как осенний бриз. Хоть у нас до осени еще далеко, но мягкость нам не повредит. Что самое главное и важное в винах подобного стиля, да? Которые собираются поздний... То есть поздний сбор, на самом деле, в Аргентине не такой уже поздний. Это где-то середина октября по-нашему. Потому что на южном полушарии они собирают в апреле. Это середина апреля, да? Часто ягоды, если мы видим поздний сбор в Европе, они покрываются даже благородной плесенью, которая высасывает влагу. И у нас остается максимальное количество природоназурального сахара. То есть в конце, конечно же, как у нас по старинке в многих севах, закидывают еще там пару-тройку килограмм сахара на определенное количество виноматериала. Тут такого не происходит. То есть ягода зреет очень хорошо. Но поэтому условия для производства такого вина идеальны. Два сорта винограда. 60% Sauvignon Blanc и 40% Viognier. Вот такая штука. Два международника в одной бутылке. И как ни странно, его еще и выдержали около 6 месяцев во французских дубовых бочках. Представьте, да? Натуральная сладкая, плюс бочки. И стоит всего 70 гривен. Окей. Это у нас бутылка чуть больше половинки. Это 0,5-я бутылка. И стоит 70 гривен. Такое вино в подобном стиле из Европы, и не из Нового Света, стоило бы минимум в два раза дороже. То есть вот интересный вариант. Я пробовал некоторые варианты из Чили, из Аргентины, по-моему, позднего сбора. Я еще не пробовал. Очень надеюсь, что в Украине когда-нибудь, наконец-то, кто-то осмелится сделать вино позднего сбора. Мне кажется, должно получиться. В той же Одесской области, почему бы нет. Вполне возможно. Итак, вино охлаждается у нас в вот такая вот этикеточка. Бриза де Отонио, Тридента 2010 года. Открываем его. Наливаем его. И будем дегустировать. Натали, вы уже налили себе в бокал? Уже понюхали, небось? Если да, можете сразу писать свои комментарии, как всегда, в чате. Мне будет очень приятно услышать и прочитать комментарии. Помним, что мы не хлопаем. Открываем тихо, спокойно. Вот так. Дыня. Что-то еще очень незнакомое. Кстати, это самый популярный аромат. Что-то очень незнакомое. Но пока не ясно, что это. Спиртуозное очень что-то сладкое, галины. Очень спиртуозное. 14% алкоголя на самом деле немало. Я согласен. Сейчас будем определять, что же там до боли знакомое. Светил оно золотистое. Золотистое такое. Очень приятное, характерное для вина данного типа. То есть такое откровенно золотистое, золотистое, но прозрачное, немутное, хорошенькое такое, да? Действительно, данный тип вина, особенно, если там какой-то холодной осенью, еще начало осени, ты наливаешь. Может быть, даже какая-то погода не очень солнечная. А вино будет радовать своим цветом наш глаз. Ой, у нас какой ножик. Молодцы. Это самый крутой нож. Две ступеньки. Нож для того, чтобы обрезать термоусадочный колпачок. Итак, в аромате. Что у нас в аромате? Слегка спиртуозно, я согласен. То есть чувствуется, что... Конечно, сразу чувствуется курага, скорее всего, да? И такой засушенный... Не знаю, у нас не часто продается засушенный персик именно. Есть оттенки меда, однозначно. Оттенки, может быть, айвового или грушевого варенья. Дыни я, честно, много не уловил. Не знаю, почему. Можно сказать, медовая дыня. Но дыня будет, там, чуть-чуть другой аромат. Довольно насыщенный нос. Не нужно глубоко нырять. Тогда не будет чувствоваться сильный алкоголь. То есть мы проходимся вот где-то вот так вот. И тогда самые-самые приятные ароматы будут у нас на поверхности. Хороший нос, хороший. Спиртуозность сначала была, она стала уходить. Если вино покрутить, немножко проэлировать. Довольно симпатично. Что же во вкусе? Вы знаете, насколько я не люблю сладкие вина? Настолько люблю сбалансированные сладкие вина, да? Когда, мне кажется, точно мед, грушевое варенье. Ну, слава богу, хоть что-то мы вместе с вами нашли. Я очень рад. Итак. Очень-очень-очень клевая кислинка. То есть баланс вкуса отличный. Чуть меньше она охладилась, чем нужно у меня. Такие вина ни в коем случае не подаваются при комнатной температуре. Тогда у них больше спиртуозности будет. Можно охлаждать его до 6-7 градусов. То есть если у вас в холодильнике обычная камера, ни в коем случае не морозильник, как раз основная камера такой температуры, за день положите и на следующий день получите от вина максимум удовольствия. Во вкусе чувствуется... Давайте попробуем еще раз. Вот во вкусе уже, кстати, во вкусе есть уже медовая дыня, как ни странно, да? Также присутствуют медовые оттенки, 100%. Вчера я готовил курицу с медом. Много попробовал меда. Тут он присутствует. Кислинка, скорее всего, апельсиновых цукатов каких-то. Это приятно. Вы знаете, если когда пробуешь 2010 года молодой вино, если возьмете из Франции дорогущий, довольно откровенно дорогой Сатерн, там больше чувствуется такой, может быть, аскорбиновой аскорбинки, такой аскорбиновой кислоты. Вспоминаю те аскорбиновые маленькие драже, которые в детстве все лопали. Здесь такого нет. То есть, здесь нет никакой минеральности. То есть, просто такие переспелые, очень спелые, экзотические фрукты. И наши привычные всем фрукты, которые появляются в конце августа, в начале сентября. Приятное вино. Приятное. Я смотрел, с чем его совместить. И как ни странно, и мне это очень понравилось. Кислинки во вкусе супер. И сухофрукты. Действительно, баланс клевый, Натали. Я согласен. Вот это очень приятно. И за эти деньги 70 гривен всего. Если, когда вы берете айва, айва на гриле, да, они рекомендуют у себя на сайте. Это должно быть очень клево. Айва на гриле. Я не помню, когда я в последний раз... Окей, овощи мы все привыкли. Но когда вы фрукты на гриле, да, делаете, это может быть очень секси. То есть, взяли грушу, взяли айву, может быть, даже ананас. То есть, оно будет слегка такое копченое, слегка такое запеченное. Мне кажется, очень интересный вкус может быть. Также, конечно же, данное вино совмещается в великолепном. Просто... Что-то подвиснет. Просто с мороженым, без всяких вкусов, пломбир. Очень клевое вино, зеленый чай во вкусе. Что-то так мягко обволакивает. Зеленый чай во вкусе? А ну-ка. Зеленый чай. Возможно, немножечко. Это интересное замечание. Я сразу вспомнил даже мороженое из зеленого чая, которое мы с Ниной просто обожаем лопать. Если вы найдете, купите. Я забыл фирму. Какая-то там... Не наша фирма. Очень клевая. Так вот, я бы взял на самом деле зеленый чай в послевкусии. Скорее всего, это легкая, маленькая, элегантная терпкость, которая напоминает о зеленом чае. Может быть. Может быть. Но это клево, да? В полусладком вине, даже словно-будковенно сладком вине, вот такие оттенки. Найс. И кислинки в меру. Натали продолжает. Вьетнамский зеленый. Я вьетнамского зеленого еще не пробовал. Это упущение. Нужно исправляться. Так вот. Конечно же, хочется его взять с каким-то Дорблю. То есть сыр с плесенью. Остренькие сыры. С этим вином великолепно. Фуа-Гра мы не будем такими крутыми. Ну, фуа-Гру, честно, я покупаю. Может быть, один раз в жизни покупал. Поэтому рекомендовать обычным ребятам фуа-Гру. Фуа-Гра будет в 5 раз дороже стоить, чем данное вино. Поэтому выбираем бюджетно, но вкусно. Мороженое мы сказали. Фрукты на гриле мы сказали. Также можно совместить данное вино скорее всего с обычными фруктами. Без гриля, да? Без ничего. То есть это понятно. И может быть, может быть, может быть. Мы когда-то делали такую штуку. Взяли инжир, но он еще не сушеный был. Достали серединку. Туда поместили там какую-то горганзолу тоже с плесенью. Полили медом и запекли. Это было ням-ня. Действительно очень вкусно. И может быть, если совсем психануть с какой-то едой азиатской. То есть очень часто сладость вина она сглаживает все острые оттенки. И поэтому у нас будет интересный баланс. Остро-сладко. Ее мне понравилось. Я дам ему 85 с плюсом. 85 с плюсом. Отличная оценка для него. Так интересно, что ее производит женщина-винодел, не мужчина. Возможно, поэтому такое трепетное отношение к вину позднего сбора. В балансе отлично. Это всегда радует. Не приторное. Это самое главное. То есть, когда вы открываете бутылку сладкого вина, десертного, даже если вы не будете там нюхать, там много там распробовать, то четко поймете, нравится он или нет. По приторности, да. Сегодня мы с утра сходили в одно кафе в Киеве. Нина заказала Наполеон. Это мой любимый десерт. Я попробовал. Я обожаю заварной крем. Его там было очень много. И сахара было нереально. То есть, он был очень приторный. Захотелось просто взять половинку лимона и выжать сверху на этот Наполеон, чтобы был баланс. В данном линии у нас всего в меру. Это очень приятно. Появились нотки табака в аромате. Наталья, я вижу, вы раздаваетесь не только в музыке, но и в различных ароматах. Это очень... Это криво. Нотки табака. Может быть, цыпленка табака? Нет. Ну что же, дегустируйте вино. Не забывайте делиться своими впечатлениями. Мы остановим нашу запись. Но я с вами еще продолжу общаться. Не убегайте. До новых встреч в эфире. Дühl. До новых встреч в эфире. Продолжение следует...